На горе колхоз, под горой совхоз, а мне миленький задавал вопрос. Жительница рабочего поселка Дрожино Мария Ивановна Селениновой 13 декабря исполнилась 90 лет. Несмотря на свой почтенный возраст, она по-прежнему бодра, весела, обожает петь и приобщает к песням своих внуков и правнуков. Любовь к музыке, считает Мария Ивановна, перешла к ней по наследству от мамы. Если в какое-то застолье у кого, старались меня пригласить, то что мы все время песни пели. И Таня, и мама. Мария Ивановна родилась в Белоруссии, в деревне Ничье. Во время войны семью нашей героини эвакуировали в Томскую область, в деревню Шелкановка. Маленькой Маши было тогда всего 10. Говорит, время было тяжелое, голодное. Мама с вечера замесит это, хлеб этот, зерно это разбухнет, она лепешек напечет, даст эти лепешки, я с этими лепешками иду. Кусочек лепешки отрезал, съел, тепленькой водичкой запил, вот и еда. Вот так питались. После окончания семи классов нашей героине пришлось бросить учебу и устроиться на работу кладовщицей, а затем и продавцом. 42 года отработала Мария Ивановна в торговле, трудилась по 12 часов в сутки, а по вечерам шила модную одежду себе и своим детям, сыну и дочке. На вопрос о секрете своего долголетия Мария Ивановна пожимает плечами. Я никогда не думала до этих тех лет дожить, но в эти годы жить тяжковато. А вот дочь Нины и внук Святослав не сговариваясь сообщили все дело в отношении к жизни и их характере. У нее легкий характер. Она никогда не вступала в конфликты ни на работе, ни дома. И всегда поет песни. И даже мы с ней, если поссоримся, вот она тут же выходит, как ни в чем не бывало, как будто мы не ссорились. То есть мы с ней легко ссорились и всегда легко мирились. А сейчас уже вообще не ссоримся. Такой прям энерджайзер, который готов всем помочь. Причем именно самое, что интересно, никогда не надо что-то просить. Она всегда всем предлагает помощь. Вот это у нее такое. И причем за это ничего не просит. У Марии Ивановны большая семья. Двое детей, четверо внуков и десять правнуков. И хотя половина из них живет в далеком Томске, при любой возможности они собираются вместе, чтобы навестить долгожительницу и послушать песни в ее исполнении. Чем я девица плоха, на мне юбка новая, самая черногоровая. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.